МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Баракам нет. На заседании по подготовке Госсовета в Москве обсудили переселение из аварийного жилья. С лишним весом, без спроса. В столице Чувашии задержали больший груз без разрешения на проезд. Не выращивая сердце, печаль и росток. Всемирный день здоровья посвятят профилактике и лечению депрессии. Теракт в Санкт-Петербурге по-прежнему остается самой обсуждаемой новостью во всем мире. Слова сочувствия и поддержки поступают отовсюду. Наша республика тоже не осталась в стороне. В Чувашии скорбит по погибшим в Санкт-Петербурге. Глава республики Михаил Игнатьев направил губернатору северной столицы Георгию Полтавченко телеграмму, в которой говорится «От лица народа республики выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших. Желаю в эти тяжелые дни мужества и стойкости. Готовы оказать со своей стороны всю необходимую помощь». К другим новостям. Бараком не место в современной стране. Выполнение программы ликвидации аварийного жилья сегодня обсуждали в Москве в администрации президента России. Здесь глава Чувашии Михаил Игнатьев провел очередное заседание рабочей подгруппы по подготовке Государственного Совета. Работа над докладом, который и будет озвучен Владимиру Путину, завершается. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Расширенное заседание Государственного Совета назначено уже на начало мая. Ожидается, что именно в Кремле будут подведены итоги программы ликвидации аварийного жилья и намечены планы на перспективу. Напомним, что глава республики назначен руководителем рабочей подгруппы. Члены подгруппы продолжают работать над докладом, который представят Владимиру Путину. В этом документе будут проанализированы все четыре этапа реализации программы ликвидации аварийного жилфонда. По уточненным данным, в целом по стране только за три года было переселено более полумиллиона человек. Предлагаю послушать и другие итоги. Хочу только напомнить, что с 2014 года по 1 марта 2017 расселено 8 миллионов квадратных метров или 72% от планового показателя. Примерно полмиллиона человек. А всего за время реализации программы это 860 тысяч и более 13 миллионов квадратных метров жилья. Процесс переселения продолжается и, конечно, необходимо создание новых механизмов. Речь, прежде всего, должна идти о формировании системных механизмов, основанных на программном подходе к планированию реализации мероприятий и расселению аварийного жилого фонда. Но федеральная программа не решит проблему аварийного жилья окончательно. В ближайшее время предстоит определиться, на каких условиях в регионах страны жителей будут переселять из бараков в современные квартиры. По отдельным регионам имеются определенные риски по неисполнению утвержденных дорожных карт до 1 сентября. Но в то же время хочу подчеркнуть, и федеральные, и региональные органы власти, и местные органы самоуправления настроены, нацелены на полное выполнение принятых программ. Регионы Российской Федерации разные, и особенности у регионов тоже разные. Поэтому с учетом этих особенностей, конечно, мы должны не на всей территории, может быть, одинаковые решения принимать, может быть, принимать отдельные решения с учетом особенностей по федеральным округам. Это тоже важно. По Волже, допустим, где мы живем, одни особенности, на Камчатке другие особенности. Предложения рабочей подгруппы пропишут в будущем докладе. Если их поддержат члены расширенного госсовета, то в перспективе будут пересмотрены законодательные акты, и внедрены новые механизмы ликвидации аварийного жилья. Цели не изменились. Программа ликвидации аварийного жилья должна быть завершена до 1 сентября этого года. Срывать сроки недопустимо. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Какие проблемы при ликвидации аварийного жилья возникают у регионов, и что может прийти на замену федеральной программе? Подробности расскажем завтра в информационном выпуске. Сенатор Чуваши, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вадим Николаев накануне свой рабочий день провел в Научебоксарске. Он встретился с жителями города Спутника, стал участником круглого стола, непрерывное экологическое образование, а также проверил качество школьного питания. Вопросам питания школьников сейчас уделяется большое внимание. По мнению специалистов, от рациона зависит не только здоровье, но и качество знаний детей. В средней школе номер три Научебоксарской сенатору показали столовую, а также предложили продегустировать блюда из школьного меню. Все приготовлено из фермерских продуктов, местных производителей, а члены попечительского совета учебного заведения рассказали, как они следят за качеством и рационом питания своих детей. Представители попечительского совета школы один раз в месяц посещаем школьную столовую. Обращаем им внимание на санитарно-гигиеническое состояние столовой, чистоту помещения, санитарное состояние пищеблока, хранение суточных проб, соответствие меню возрастной категории учащихся. Столовая школа номер три, 190 посадочных мест. Старшеклассники могут выбрать себе еду, а также есть диетическое меню. У нас очень красивый обеденный зал. У нас на кухне поставлено высокотехнологическое, высококачественное оборудование. Организовано питание учащихся. 96% учащихся у нас охвачены горячим питанием. Начальные классы практически 100% охвачены двухразовым питанием. Вадим Николаев отметил, что сейчас в республике по сравнению с другими регионами делается многое для обеспечения школьников качественным горячим питанием. Я не зря задал вопрос, наедаются ли дети, взрослые. Понятно, сейчас у нас идет акселерация немного. Дети уже, понятно, те нормативы, может быть, даже не вписываемся мы. Ничего страшного, понимаете. Все можно менять. Если ребенок хочет кушать, если действительно так, почему бы, может, пересмотреть, это нормативы питания детям. Всязны калории, энергия, все это, и объемы, все это, понимаете, все же жизнь меняется. То есть это не тот закон, который нельзя менять. Может быть, менять надо, чтобы ребенок не отвлекался к каждой перемене, в столовую бегал, и он чувствует не сытый. По каким критериям определяются участки дорог для ремонта? И как дорожники узнают, где их помощь сейчас нужнее? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Участок автодороги Чебоксара-Сурская. За день через него проезжают тысячи автомобилей. По обе стороны дороги стандартные столбы электропередач. Один из них не совсем простой. Если приглядеться, можно заметить на вышке камеру наружного наблюдения. Нет, она не фиксирует нарушения ПДД. Ее функция гораздо обширней. Дорожный датчик позволяет измерить состояние и температуру дорожного полотна и узнать толщину водяной или ледяной пленки. Полученные данные анализируются уже здесь, в диспетчерском центре Чувашо-Пордора. Посты дорожного контроля у нас расположены по территории всех республик. Они расположены на шереспубликанских дорогах равномерно. Так что можно было идентифицировать состояние этих дорог по районам на каждом участке. Представлять все эти данные подрядчику для того, чтобы они своевременно следили за содержанием дорог. Таким образом, при помощи постов дорожного контроля можно не только оценивать качество дорог, но и контролировать работу подрядчиков. В роли небезразличного наблюдателя может выступить и любой участник дорожного движения. Не надо просто проезжать и ругаться, надо сообщать нам. Зимой звонят по образованию скользкости на дорогах. Они сразу говорят, где и что образовалось. Мы сообщаем об этом подрядчику, и подрядчик выезжает на это место и, в принципе, устраняет все эти недостатки. Диспетчерский центр тесно взаимодействует с Гидрометеоцентром Республики. Учитывая рекомендации этих двух служб, и составляется план дорожных работ. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Въезд только по пропускам. Третью неделю в Чебокстарах действуют ограничения на передвижение больших грузов. Чтобы ездить по городу легально, необходимо получить спецразрешение. Однако не все перевозчики действуют добросовестно. Сегодня сотрудники ГИБДД задержали очередного нарушителя. От кольца энергозапчасти до пересечения Фучика и Богдана Хмельницкого. Гонка преследования в несколько километров. КамАЗ, груженный песком, и экипаж ДПС. Поймать беглеца удалось. У водителя не оказалось разрешения на проезд по Чебоксарам. А вы что закрываете? А вы кто? Пресс-карту, пожалуйста. Вот так представитель частной фирмы спасает своего сотрудника. Здесь, на Латарском шоссе, водителя большегруза все-таки остановили. И заставили взвеситься на передвижном пункте весового контроля. Оказывается, грузовик разрешенные параметры не превысил, и водитель получил суточное разрешение на проезд по городу. Такие нарушения пресекают. Не все водители добровольно оплачивают. Мы стараемся, чтобы водители не нарушали. И предупреждаем водителей о недопущении нарушения, и для того, чтобы они приобретали все-таки разрешение. Потому что эти деньги пойдут в бюджет города, и в последующем будут потрачены на ремонт дорог. На въездах в Щебоксары работает 5 стационарных пунктов весового контроля и 2 мобильных. Ограничения продлятся до 18 апреля. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. Депрессия. Давай поговорим. Под таким девизом в этом году пройдет ежегодная акция Всемирного дня здоровья. Она запланирована на 7 апреля. Специалисты бьют тревогу. К 2020 году депрессия может выйти на первое место среди всех болезней. Уже сейчас в мире 350 миллионов людей страдают от депрессии. Масштабы проблемы сегодня обсудили в Республиканской психиатрической больнице. Фраза «У меня депрессия» знакома практически каждому. И это вполне объяснимо. Ведь в мире высоких требований стресс становится привычным. Большинство людей не воспринимают эту болезнь всерьез. И не спешат обращаться к специалистам. Ведь еще живы стереотипы о психиатрических больницах. Такие кадры далеки от реальности. Сегодня обращение к психиатру или психологу – это обычная практика, которой не стоит пренебрегать. Депрессия усугубляет течение любых соматических заболеваний. Это и депрессия ухудшает течение сердечно-сосудистых заболеваний. Депрессия провоцирует, ускоряет развитие инфарктов, инсультов и так далее. Поэтому лечение оказывается бригадой специалистов, потому что мы прекрасно понимаем, что один психиатр не может справиться с этой проблемой. Мы сделали все, чтобы в этом отделении работали и терапевты, и клинический психолог, и юристы. Депрессия бывает разная. 70% больных поддаются быстрой реабилитации. Но есть и непростые случаи, которые требуют комплексного подхода. Галина уже 4 года борется с приступами панических атак. Впервые попала сюда осенью прошлого года. Надежде вернуться к полноценной жизни и своей профессии учителя. Невозможность садиться в транспорт, невозможность передвигаться по городу, и, соответственно, невозможность вести активную социальную жизнь, скажем так. То есть это не работа, не общение с друзьями, это жизнь в четверых стенах. Здесь не просто врачи, здесь семья. Благодаря им, я думаю, что обычная жизнь обычного человека мне обеспечена. В этом уверен и другой пациент клиники, Геннадий. Приехал он сюда из Мариинского посада больше месяца назад, после сложной хирургической операции, которая вывела его из душевного равновесия. Когда я приехал сюда, совсем не было никакой у меня. Сил не было совсем. Он только на основном сидел, перележал. Сейчас, думаю, вернуться в общество, заняться работой, либо курсы закончить какие-нибудь, устроиться на работу. Стоит отличать депрессию от грусти, которая может быть даже вдохновляющей. Однако специалисты предупреждают, если грусть длится больше двух недель, это повод задуматься о своем психическом здоровье. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. С апреля текущего года пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличены на полтора процента с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В первую очередь речь идет об индексации социальных пенсий и военнослужащих, а также пенсии инвалидам и участникам войны, родителям погибших военнослужащих и жителям блокадного Ленинграда. В Чувашии пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают около 27 тысяч человек. Средний размер социальных пенсий увеличился на 113 рублей и составил 7700 рублей. Пенсии детей инвалидов с детства первой группы составят 12100 рублей. 30800 рублей составит в среднем пенсия участников Великой Отечественной войны после прибавки в 213 рублей. В Чувашии средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составил 12800 рублей. В результате повышения социальных и страховых пенсий ежемесячные расходы на выплату пенсий в республике с 1 апреля возросли почти на 10 миллионов рублей, до конца года на 100 миллионов рублей. Всего же в текущем году на пенсионное обеспечение жителей республики будет направлено 59 миллиардов рублей. Пересмотрены размеры федеральной социальной доплаты неработающим пенсионерам. Она выплачивается до уровня регионального прожиточного минимума и составит 7720 рублей. Молодые, активные, одаренные. С 6 по 10 июня в Чебоксарах пройдет традиционный форум «Молгород». Что ждет участников в этом году, узнавала наша съемочная группа. Чебоксарский экономико-технологический колледж. Это очередная площадка, на которой организаторы рассказывают студентам о предстоящем форуме. Некоторые ребята уже знают, что такое «Молгород», но многие даже о нем не слышали. Ни по интернету не видел, ни по телеканалам каким-либо. Все, только сейчас первый раз услышал. Ну, думаю, то, что позитивно, то, что там много людей в палатках. Это дружба, общение какое-либо другое. Ну, там, спорт. Ну, если возможность будет, да, поеду. Форум вернется в Заволжье. Там вырастет целый палаточный город. В течение трех дней будут работать четыре образовательных площадки. Уже знакомые бизнесы предпринимательства, открытый город, волонтерство и новая технология масс-медиа. Каждый день тематический. Кроме этого, для участников организуют тренинги и мастер-классы. Чтобы попасть на фабрику идей, нужно зарегистрироваться на сайте «Молгород.инфо». Организаторы отмечают, чем раньше желающие подадут заявку, тем меньше окажется сумма рогозноса. Татьяна Леонтьева, Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Чуваша и ее столица готовятся к одному из самых значимых праздников. В честь 55-летия полета в космос Андриана Николаева запланирована череда событий. И в течение всего года запланирована акция-конкурс «Часы мужества», посвященная этому событию. Мероприятия, посвященные Международному дню авиации и космонавтики, пройдут во всех городских учреждениях образования, культуры и спорта. Во всех школах пройдет единый классный час, который охватит более 40 тысяч школьников с 1 по 8 класса включительно. Запланировано посещение музеев космонавтики в Шоршеллу, туристические квесты «Мой Николаев» с посещением парка имени Николаева. Хотите передать привет родным, близким или даже всей республике? Вы живете на Урале, Камчатке или в Москве? Или в Чувашии? Бываете редко? У вас есть шанс стать ближе к малой родине. Национальное телевидение Чувашии проводит конкурс «Чуваши на всю страну». Любой желающий может прислать видео с теплыми словами и пожеланиями. Еженедельное голосование в группе ВКонтакте выявит финалистов. Лучшие видеоролики будут транслировать в эфире национального телевидения. Конкурс продлится месяц. Победителя пригласят в студию телеканала. Подробные правила участия указаны в нашей группе ВКонтакте. Там же в обсуждениях можно задавать интересующие вопросы. Напомним, национальное телевидение Чувашии вещает в спутнике «Триколор» на 823-й кнопке, а национальное радио на 36-й позиции в списке радиопрограмм. Воспитанница Чувашской школы тяжелой атлетики Наталья Хлёвсткина завоевала золотую медаль весовой категории до 58 килограмм. Выступая в новой для себя весовой категории до 58 килограмм по сумме двух упражнений «Рывка» и «Толчка» Наталья подняла 214 килограмм. Для сборной России это золото стало первым на чемпионате Европы 2017, который завершится 8 апреля. Таким образом, Наталья Хлёвсткина впервые среди чувашских спортсменов стала двухкратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Наши новости и программа на сайте ntrk21.ru До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова